Судьба собственного дома беспокоит Ларису Фрейдину. Зданию на Фрунзе не один десяток лет и его состояние, как внешнее, так и внутреннее, производит удручающее впечатление. Когда ждать капремонта и можно ли ускорить процесс? С этим и пришла на прием к депутату. Здесь объяснили всю процедуру и подсказали, что делать дальше. Я хочу сказать, что, во-первых, и сейчас я услышала много интересного для себя, того, чего я не знала, во-первых. И потом я же обращалась уже в приемную, в общественную приемную. Мне там помогли, мне частично отремонтировали крышу. Люди, которым однажды уже помогло обращение к депутату, нередко снова приходят с благодарностью и другими проблемами. Нелли Бобровой удалось преобразить свой старый двор на Степана Разина 40. Здесь появилась новая детская площадка, убрали корявые пни и разровняли землю. Какие-то вопросы возникают, всегда мы обращаемся. Вот ни разу не слышала от Сергея Владимировича, что сколько стоит, что это проблема. Конечно, проблема. Проблема, я понимаю, проблема. Но как-то человек работает, как-то решает эти проблемы. И огромная благодарность. У нас есть возможность, есть депутатский запрос. Если у нас вопрос требует какого-то разъяснения, мы отправляем непосредственно в ведомство, где получаем ответ и уже дальше ищем пути решения этих всех проблем. Кроме того, в приемной Самарского района можно получить консультацию юриста. В этот раз на встречу с жителями пригласили специалиста из областного фонда капитального ремонта. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.